Вот я вам рассказывал про такой-то парус, вот он этот парус. А какая маржинальность именно в онлайн-школу Яхтин? Процентов 60, наверное. Оборот, да, вот в среднем где-то 1 фото в 300 тысяч. Чем дороже обучение, тем сильнее оно тебя мотивирует учиться. Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Терновой, рядом со мной стоит Федор Спиридонов. И сегодня мы в этой студии находимся не случайно. В очередной раз мы будем задавать каверзные интересные вопросы нашим продюсерам онлайн-школ, которые приходят к нам в гости. Сегодня у нас в гостях Григорий Бородинов. Человек, который ведет 3 направления, 3 онлайн-школы. Подробнее пообщаемся о школе, которая занимается тем, что учит людей на яхтсменов. Это направление достаточно требует много практикума. А это онлайн-образование, специфическая ниша. И как такое сложилось, как получился такой успешный проект, мы как раз и попадаем в Григория. Друзья, самое главное, что вы должны сейчас от нас услышать. Досмотрите это интервью до конца. Подчеркнете для себя много полезной информации и получите подарок от нашего спикера. Вам внимательного просмотра, интересного, полезной информации. Let's go! Пошли! Нам нельзя терять времени. Здравствуйте! Приветствую! Здравствуйте! Рады вас видеть. Вы загорелый, бодрый. Взаимно. Ну, уже не настолько загорелый. Но бодрый, бодрый. Что ж, поговорим сегодня о нескольких ваших проектах. Но, в частности, остановимся на проекте My Yachting. Я обладаю такой мечтой, как поучаствовать в регате. Для меня, конечно, удивительно, как можно обучать именно этому виду деятельности онлайн. Давайте вообще начнем с того, как вы пришли к мысли стать продюсером онлайн-школ. Вообще, в онлайн-образовании. Да, потому что к этому люди по-разному приходят, и вот каждый инсайт нам очень интересен. Ровно год назад, кстати, я начал задумываться о том, что как-то я нахожусь, наверное, не на своем месте. Я в корпоративном бизнесе долгое время работал, в больших холдингах, директором по развитию. И, в принципе, наверное, все нормально. Ну, как бы нормальная должность, нормальный уровень заработка. Но понимал, что что-то нужно менять уже под 40, и как-то я, по-моему, не тем занимаюсь, чем хотел бы заниматься. Но при этом уровень заработной платы он устраивал или тоже это был? Устраивал. Устраивал, да? Да. И начал, собственно говоря, размышлять, чем заняться. И вот случайно увидел рекламу Акселя и присутствовал на этом известном 5-часовом вебинаре, который многие купили. А ниши вы выбирали, потому что у вас несколько, исходя из того, что у вас были какие-то увлечения. Вот, потому что я озвучу. У вас колесо там желаний, по-моему, да? Карта желаний. Карта желания, прошу прощения. Женская, опять-таки, славянская гимнастика и яхтинг. На самом деле у меня никогда не стояло проблем с поиском экспертов. Первое, что нужно сделать, это посмотреть на свой круг. Круг общения. Круг общения, да, посмотреть, кто чем занимается. У меня интересные знакомые, многие из телевидения есть. Ну, условно, первое, вот первый ваш проект, это что было? Какая школа была? Сразу три школы, которые я начал продумывать как раз. Это женская соединка с гимнастикой, поскольку моя очень хорошая подруга занимается. Это карта желаний, где у меня был тоже хороший мой друг и эксперт. И яхтинг, он пришел, наверное, больше случайно. То есть есть круг друзей, там, актеров, знакомых. У меня изначально была идея, что в школах должны принимать участие известные какие-то личности. Для того, чтобы легче было раскрутить эту школу. Ну, чтобы за ними шли. Да, то есть это должны быть какие-то медийные люди. И они, в принципе, были среди знакомых. И тогда мы начали оценивать так, кто же, чем занимается. На тот момент мы плотно там общались с Ромом Маякиным, актером. Почему Маяхтинг, собственно говоря? Потому что Ром Маяхтинг. И посмотрели, он, оказывается, занимается яхтингом. Интересуется яхтингом, был в регате. Мы с ним встретились, обсудили. Он очень заинтересовался, сразу же нашел там эксперта нам. И идея была такова, чтобы через медийную личность, опять же, медийная личность выступает в роли ученика. И на себе все это пробует. И наши уроки, например, по тому же яхтингу, они делятся на две части. То есть есть теоретическая, академическая, скажем, большая часть, где эксперт все рассказывает, показывает. А вторая часть урока, а это уже непосредственно на яхте, практическая. То есть там уже выступаю я, либо там Володя Сычев в виде ученика. И эксперт показывает, там, вот я вам рассказывал про такой-то парус, вот он этот парус. Я вам рассказывал про якорь, вот он якорь. Получается более динамичный урок и более увлекающий урок. Может получиться так, что, например, человек обучается вот онлайн, да, проходит вот этот практикум онлайн из другого города. И ему потом придется ехать в Москву или как вы вот это вот... В нашей школе есть две части. Есть теоретическая, есть практическая часть. Теоретическая проходит в онлайне, практическая, естественно, в оффлайне. Но она проходит в Москве? Она проходит в Турции. В Турции. Там же, где яхта у нашего эксперта, соответственно, на яхте эксперта, эксперт у нас очень именитый. Ну вот мне еще не совсем понятно, например, да, и для наших зрителей, наверное, тоже. Можно пройти только теоретическую часть, а можно пройти и теоретическую, и практическую. Пакеты разные и предоставляются, соответственно, разные стоимости. Да, да. Ты получаешь это чисто для себя, как, вот если ты покупаешь только теоретическую, чисто для того, чтобы понимать вообще в этом деле? Или какая-то сертификация еще? Сертификация внутренняя. Внутренняя в России? Нет, внутренняя школьная. Внутренняя школьная. Да. У нас есть разрешение от IYT, это канадская школа международная, которая дала право нашей школе выдавать вот эти права международные, обучать. То есть, ну, все-таки люди получают права и имеют право самостоятельно потом арендовать яхт? Да, выходит в море. Вы, получается, как продюсер, загоревшийся идеей, нашли, мы сейчас путь прослеживаем, цепочку, чтобы одно за другим, чтобы у людей тоже был какой-то алгоритм действия. Загорелись идеей, нашли, соответственно, какого-то человека, увлекающегося этим. Дальше он посоветовал эксперта, у которого уже там взаимодействие учил, получал знания, да. И дальше у этого эксперта вы завязываетесь, мотивируете ее чем-то, да, там, соответственно, финансовым аспектом. Нет, ну, нет, мы других вариантов не изобрели пока. В целом мы можем на чистоту говорить, да, потому что нас смотрят начинающие предприниматели. Такие же, как и мы. И вот как мотивировать эксперта, и как сделать пара, потому что, ну, вы тоже предлагаете только теорию человеку, да, то есть вы не подкреплены никаким бэкграундом, то есть у вас еще ничего не было, то есть, ну, это чисто какой-то человеческий фактор, человеческий ресурс. Дело в том, что у нас теоретическая часть, которая в онлайне, она является триплайером таким, скажем так. Понятно, да, что такое триплайер? Нет. Нет, не совсем. Это очень полезный продукт с низкой ценой, с ценой, скажем так, ниже, чем по рынку или, которые могут многие. По рынку, кстати, и тоже онлайн образование? Вообще, вот в любой сфере. И в оффлайне? Да, например, это может быть, там, не знаю, платный чек-лист, который действительно очень полезный, вот, и он стоит там 300 рублей. У нас таким образом, получается, выступает теория. То есть, у нас низкий цен, ценник довольно, ну, там, в четыре раза ниже, чем по рынку на теорию. Но основной заработок у нас идет в практике. Когда мы сейчас говорим про мотивацию эксперта, эксперт, соответственно, тоже зарабатывает большую часть в практике. А теория, она больше служит для того, чтобы обеспечивать работу и функционирование онлайн-школы. Есть то, что говорит Сергей Дмитриев, есть, да, конструктор лего, который можно собирать. Но эти кубики очень большие. И школы все разные, соответственно, нужно еще маленькими кубиками все это как-то доставлять. То есть, есть большие блоки, которые обязательно нужны, без которых вы не откроете. Фундамент. Фундамент, да, без которого вы не построите ничего. Но везде есть свои пути, их надо находить. Это, наверное, самое сложное в онлайн-школах. Но это только опытным путем. И тут важно иметь такую глобальную, действительно, серьезную цель, что я хочу, я запущу, я дойду, я дойду до этого результата. Главное не сдаваться, да? Главное не сдаваться. Главное не подниматься. Да, просто вот там общаясь, например, не с экспертами, да, не с продюсерами, с людьми, они такие, да что там онлайн-школы, там, вот, открыл YouTube, да, вебинар провел и сделал. Это, во-первых, интересно, очень сложно и, как показывает практику, очень прибыльно. Какие привычки вы вместе с Excel, помимо этого, еще для себя вырубили, может быть, что-то новое? Понимание того, что я ушел из корпоративного бизнеса, теперь мне надо будет сидеть дома и работать из дома. Очень тяжело, выяснил себя. Я думаю, блин, ну я же по жизни, в принципе, лентяй. Я же буду вообще лентяйничать. Ну, лентяй, кстати, в бизнесе… Активно лентяй. Да, активно лентяй. Я, кстати, в вашем клубе. Я тоже. Знаете, предприниматели все должны быть лентями, потому что это двигает, развиваться. Фух, я прям… Это хорошо. Если не секрет, да, ну, мы всем задаем этот вопрос, какая маржинальность именно вот яхтинга, вот онлайн-школы яхтинга? Если брать яхтинную школу, надо понимать, что это совсем не стандартный, да, образец онлайн-школы. И потом он разделен на две части, как я уже сказал. То есть основной заработок у нас все-таки отложенный платеж. То есть то, что я продаю в онлайне, это все, как я уже сказал, там, 5000 стоит курс, который покрывает только затраты, собственно говоря, на обеспечение этой школы. А остальной заработок идет у нас в практике. И это отложенные платежи у меня сейчас получились. Почему? Потому что я вышел в сентябре, провел три набора, и у меня никто сейчас практику не покупает, потому что никто не хочет зимой ехать. Все хотят в мае, да, в апреле. Следующий вопрос хотел как раз задать про сезонность. Уже начали покупать, вот буквально сейчас идут уже продажи на май, на апрель. И я сейчас не могу, то есть я могу сказать какую-то цифру, она будет некорректной. Но в среднем я точно могу сказать, что у меня получается, что процентов 60, наверное, маржинальности. Оборот, да, вот в среднем где-то один поток от 300 тысяч. Рынок не так мощно растет, яхтенный, поэтому перспектива роста в отборе клиентов у других школ. Мы были первые, первые в мире, кстати, первые в нашей школе. Да. По яхтингу в онлайне, в теории. Но вот уже знаем, что буквально летом нам начнут наступать на пять. А вы не думали о том, чтобы сделать, например, найти спикера, там, англоговорящего, и сделать, масштабировать это до, так скажем, мирового уровня? Чем хороша цель? Тем, что резидент учится со всего мира. Я запустил для резидентов такую штуку, что все, кто на нашем потоке, могут бесплатно обучаться яхтингу. В свою очередь они начали мне предлагать, кто-то во Франции живет, говорит, давай-ка мы здесь эксперта тебе посмотрим. Кто-то в Испании живет, говорит, давай-ка мы тебе здесь поищем эксперта. Это уже знак богатарности. Да, ну, да. У вас и без того был хороший круг общения, да, там, получается, у нас и звезды, успешные люди, и человек след достаточно хорошо, или я чувствовал, да, мы видим. А качественно все-таки улучшилось у вас, да, окружение? Да, да. То есть вы снова знакомы? Здесь очень интересные знакомые. То есть все они просто так. Все, кто заинтересовался онлайн-образованием, ну, значит, они развиваются по-любому, они ищут что-то новое. Все понимают, что онлайн-образованием будущее, что это действительно перспективно, и, соответственно, идут туда интересные люди. Чем акселератор, например, в этом плане хорош других школ, которые также учат, например, открывать школы? То, что он еще и отсекает по деньгам людей. То есть это люди уже чего-то достигшие по-любому, кто может такую сумму заплатить. Чем дороже обучение, тем сильнее оно тебя мотивирует учиться. Я на своем примере перепровал тысячи раз дарить обучение, и это не работает. Ну, потому что человек бесплатно получил, и нет никакого интересного. Я сам пытался, и у меня сейчас есть курс, где мне бесплатно дали курс, который стоит 100 тысяч. Мне его буквально на прошлой неделе дали один урок. Все, моя мотивация закончилась. Сколько вы заплатили, потому что есть разные пакеты. Я за 300 тысяч. За сколько? 300. За 300 тысяч рублей. Отличная мотивация, я хочу себе сказать. Ну, да. Прямо вот я бы учился. Да, да. Хочешь я себе на день рождения подарю? Нет. На день рождения. Как вы анализировали свою аудиторию целевую? Как вы вообще, какие предпринимали шаги, чтобы понять, кто к вам должен прийти? Это очень важно, и любой бизнес, даже не в онлайне, а в оффлайне, даже если вы открываете, естественно, вы отталкиваетесь от целевой аудитории. Яхтинг для меня это была самая сложная тема по целевой аудитории, потому что я ее настолько не понимал. Извинись. Просто женская славянская гимнастика, там уже четко определена. Там проще, потому что у экспертов есть своя аудитория. Можно как-то построить. В яхтинге это, во-первых, все очень узкое, и мне непонятно было, кто это. Кто, на ваш взгляд, кто это целевая аудитория по яхтингу? Люди со средним достатком, которые владельцы бизнеса, малого, среднего. Для всех, как я так предполагаю, это очень затратный в финансовом плане вид спорта. Поэтому, наверное, люди среднего достатка по российским меркам, не по яхтингу. Когда вы говорите про целевую аудиторию, этого недостаточно. Это недостаточно, но это от чего? Нужно понимать, что основное. Нужно понять, где искать эту целевую аудиторию. То есть она не то, что вам должна быть понятна в голове. Вам нужно понимать, где ее искать. То есть есть, например, я. Где я вообще нахожусь? Меня можно искать в ВКонтакте или меня. В Инстаграме меня можно искать. Или я вообще только на Яндексе. А может быть, я вообще от компьютера далек, и мне надо искать объявления на заборе. Бывает такое. Бывает такое. Когда вы думаете про целевую аудиторию, естественно, надо понимать, где ее искать. Первое, что я подумал, что это должны быть успешные люди, довольно-таки богатые. Окей, значит, это все-таки Facebook, Instagram, скорее всего. Это какие-то бизнес-клубы. Synergy, там, не знаю, трансформатор, бизнес-молодость и так далее. Больше я на мужскую, естественно, сделал ставку и подумал, что, наверное, это 35-45 лет. Ноль. Просто месяц ноль. И бюджет где-то в 100 тысяч просто улетел в трубу. Потому что оказалось, что интересовались больше спортсмены и туристы. В итоге, разочаровавшись полностью во всем, не понимал, куда двигаться дальше. Вообще люди не приходят. Ну, приходят, точнее, но люди это больше, которые, ну, мы пришли посмотреть, а что здесь вообще про яхтинг. Пообщался я с кем-то, есть коллег из акселератора, кто мне сказал, что, слушай, нафига ты вообще идешь? Есть же прогретая аудитория в Яндексе, которая набивает «хочу учиться яхтингу». А у меня Яндекс воспринимался это как прошлый век какой-то, но что-то оттуда реклама в Яндексе. Ну, это то же самое, как в желтых страницах что-то делать. Оказалось, что нет. Сколько ваш бюджет средний на то, чтобы в Яндексе дать рекламу? Одна регистрация в самом начале мне обходилась регистрация, просто регистрация на вебинар. 800 рублей. С человеком? Да. Всего, да, вот, 20-30 регистраций. Сейчас мы добились, что она где-то около 300-350 рублей стоит одна регистрация. Сейчас у нас ВКонтакте неплохо пошло, и сейчас там оттуда люди стали приходить и именно покупать. Из Гугла и Фейсбука у меня самый плохой результат. Вот. Инстаграм получше, чем Фейсбук. ВКонтакте еще лучше. Надо, кстати, взять себе на заметку. Согласен. Как и два интервью назад. Как вы видите, мы умеем, да, получать полезную информацию и пользоваться. Пользоваться, обрабатывать. Положение дел в стране является ли каким-то фактором, влияющим на вашу аудиторию? Положение дел в стране влияет в основном на средний класс. Любой кризис влияет на средний класс. Ну, а вы работаете когда-то со средним классом? Мы чуть выше среднего класса. Что сейчас вообще актуально в онлайн образовании? Какие тренды? В первую очередь, это персонализация обучения. Вы пришли, каждый из вас по-разному воспринимает информацию. Каждый из вас владеет разной информацией. Соответственно, по одному пути вас пускать не очень продуктивно для каждого из вас, опять же. Поэтому сейчас придумываются схемы и тестирование вас изначально, чтобы вас запускать по разным путям. Есть аудиалы, визуалы. Это да. Это самое такое масштабное. Даже про яхтинг, например. Один вырос в Владивостоке, второй в Тюмени. Уже информации даже про яхтинг будет у каждого. Разная. Каждая разная, да. Нужно делать коллаборации экспертов для того, чтобы уменьшить ценник... Прихода лидов. То есть надо объединять экспертов, какие-то одни проекты интересные. И внутри этих проектов, соответственно... Аудиторию, чтобы... Да, гуляла. И тогда получается намного дешевле и интереснее. А уроки все проходили, которые акселераторы... У меня проблемы с этим. В акселераторе очень-очень-очень много информации. Прямо это, не знаю. Для меня это изучать, наверное, лет пять надо, поскольку я активный человек. Я сразу запускал три школы. Можете представить, что я отучился два месяца и сразу начал запускать три школы. А через еще три школы. И там еще три школы было в планах. Потом я просто уже притормозил, сказал, что все, нужно спокусироваться. Какие-то еще, может быть, коррективные шаги? Может быть, опять-таки, важным фактором является коммуникация? Потому что вы пришли у нас в акселер, вы получили доступ к новым знакомствам, комьюнити. У вас у самих есть ли какой-то чат закрытый, где там получают люди задания, которые нужно выполнять, либо где они обмениваются информацией? Сообщество, формирование сообщества, на мой взгляд, это одна из основных задач школы. Это сообщество можно потом дальше монетизировать каким-то образом, направляя его в какие-то новые свои идеи. Во-вторых, это повышает мотивацию к обучению. Когда люди начинают между собой общаться, им намного приятнее, скажем так, учиться. Больше мотивации они друг друга начинают поддерживать, нежели один, когда сидишь там. Естественно, у нас на каждый поток есть свой отдельный чат, есть общий чат. Это все я сейчас говорю про WhatsApp. Есть группа в Facebook. Прям радуешься, когда люди начинают друг друга с днем рождения поздравлять, какие-то события обсуждать, кто-то на практику скатался. И это же тоже повышает те же продажи. А ты кто-то приехал и рассказывал? Да, они фотографии начинают отправлять с практики, все, народ сидит здесь, блин, я тоже хочу. Сразу начинаются звонки. Главное, в общем, правило, друзья, резюмируем, потому что чаты важны для того, чтобы сформировать сообщество, которое вас же будет ваш бизнес двигать. Но нужно заведомо, если вы такой чат делаете, не просто вы получили контактную информацию, там каким-то образом собрали с сайта или еще, и потом просто людей по умолчанию добавили в этот чат. А заранее предупреждаете, да, такой вот резюме выведем. Хочется сейчас поговорить про карту желаний и про вот этот ваш марафон, челлендж «Я не курю». Давайте с чего? Карты желаний. Карты желаний. Я очень хочу карту желаний. Что про карту желаний? Ну вот… Что такое карта желаний вообще? Потому что не все понятно? Это инструмент какой-то? Это инструмент по формированию желаний. Вы же с него начали именно вот с карты желаний, да? Или… Я начинал сразу три школы, и первая стартанула все-таки яхтенная, потом мы записали мастер-класс по карте желаний, и там у нас звездный эксперт была Саша Воробьева, это победительница голоса. Берется ватман, делится на 9 секторов, и в каждый сектор что-то означает там любовь, например, семья, здоровье, и формируется в голове желаний, и наклеивается определенная там картинка в этот сектор. Естественно, если эксперт сейчас меня услышит, он скажет, ну ты, конечно, ты молодец. Спасибо за услугу. И распрости, пожалуйста, но ребятам надо просто петь по-мужски. Ну это муж тоже с кого-то. Да, да, да. Ну вот картинку ляпается. Марафон. По поводу еще тенденций, кстати, я не договорил. Одна из тоже основных тенденций – это геймификация. Это игровые формы в онлайн-образовании. И сейчас Америка точно, я знаю, что на все это переходит. У нас уже большие крупные компании этим занимаются. Важно доводить людей до результата. Через игру это делается проще? Это проще делается, да, проще увлекается. Марафон – это своего рода та самая геймификация, почему они сейчас так очень популярны становятся. Там все знают бешеную сушку. Механика какая вот марафонов? Ну, марафон – это же тоже делать с целью заработка, да, с целью привлечения? Нет, нет. Нет, это просто делать? Есть просто марафон, где надо дойти до трансформации. Для развития своего бренда, да, это делать? Есть пример бешеной сушки, по которому я пошел, по «Я не курю». Там, где ты можешь выиграть. То есть ты плачешь билет, как в лотерею, да, там делаешь трансформацию из себя, и в конце ты получаешь, можешь выиграть, можешь нет, главный приз. Я не курю, проект как раз вот на этом основе, где есть несколько экспертов, все эксперты, практически все эксперты из Excel. Идея такая, что через отказ от одной плохой, вредной привычки, человек приобретает много полезных привычек. Площадка этого марафона будет служить как раз таким стартом для многих экспертов. Эксперты предоставляют туда свои мастер-классы, которые участники могут попробовать. А в дальнейшем они уже принимают решение, пойдут они учиться к этому эксперту или не пойдут учиться. Первое занятие бесплатно, да? Да, да, да. Акстелератор помогает, устанавливает цели какие-то? Подталкивает. Ну-ка давай поимбициознее. Какие там 25 человек? Давайте 100. Я больше практикой. Мне надо было все сразу пробовать. Как только информацию какую-то получу, я сразу побежал делать. И моя проблема в том, что я не учусь на чужих ошибках. Мне надо свои ошибки. Шишки наплатить, это 100%. Можно сколько угодно книжек прочитать, сколько угодно теорию выслушать. Но пока ты не прочувствуешь, что не прикасывайся, скажем, как горячая кастрюля, она горячая. В любом случае, хотя бы поймешь, что я больше в жизни никогда так не сделаю. И это огромный опыт, на самом деле, за который тоже стоит заплатить. Мне как-то много в жизни таких моментов. Вот у вас несколько направлений, несколько школ одновременно. Вы это сделали для того, чтобы понять, что вот эта школа работает, эта не работает, и бог с ней там, да? То есть, получается, для того, чтобы поработать сразу несколько вариантов и какой-никакой из них выстроить. Правильно? Нет. Сразу были уверены, что каждый из разных будет... Все школы работают, вопрос только в том, нашел я путь или не нашел. Сколько нужно по вашему опыту для того, чтобы запустить онлайн-школу средств? Можно за 50 тысяч запустить школу, легко запустить. Я запускал за 50 тысяч школы, но эта школа будет давать 50 тысяч рублей. Чем меньше бюджета, и вообще у меня по моей практике сложилось так, что чем меньше бюджет, тем в минус больше будет школа идти, чем в плюс. Понятное дело, что если ты вкладываешь миллион, то, скорее всего, она будет 2 миллиона давать. Будущий ученик Акселя должен учитывать, что здесь также нужно писать бизнес-планы, также надо все планировать, потому что, если этого всего не будет, то, скорее всего, деньги просто в трубу будут улетать. Много же экспертов приходят. Эксперты, они более... Они же не предприниматели, они более воздушные. Ну да, творческие личности. Творческие, да. Ну, кто-то сказал, там 50 тысяч давайте на трафик сейчас, не знаю, в Инстаграм пустим, потому что перспектива. 50 тысяч ушли, а следующих 50 уже нет. Если там вы смотрите нас, да, и вы являетесь экспертом, нужен ли вот продюсер, наверное, да, все-таки? Я думаю, что нужен обязательно. Ну, опять же, смотря, чего вы хотите про школу, это опять же про бюджет. Можно вкладывать, там, не знаю, 100 тысяч, например, создать школу, которая будет приносить, там, не знаю, 150-200 тысяч. Если вам это достаточно? Если достаточно, эксперт может такую школу спокойно вести, и это навряд ли будет ему сдруднительно. Это имеется в виду вложение в таргетинг, в рекламу, да? В основном, да, потому что все основные трудозатраты идут на начальном этапе, там, это буквально неделя-две. Все остальное, это потом уже следить за таргетом. Единственное, что он меняется, здесь тоже надо тенденции смотреть, но при наличии хорошего таргетолога, в принципе, вопрос решается. Проблем не было с хорошим таргетологом? Она вечная. Я не нашел. Не существует в мире хороших таргетологов. Это, кстати, еще один тренд. Можно сделать онлайн-школу таргетологов? Так самое удивительное, что их больше всего, этих школ, по-моему. Это школа платит таргетологов. Это самая заметная ниша, да. Нужна одна, но хорошая. Просто таргетолог – это и психолог, и продажник, и маркетолог, и технарь. Вот это все надо соединить. Надо классно вообще прочувствовать вот эту аудиторию, то есть посидеть, покопаться в этой аудитории, подумать, как же ее найти. Но таргетологи этого не делают. Потому что мы лично тоже на своем примере убедились. У нас было там два таргетолога, уже с ними мы пожали руки и сказали… Откуда, кстати, вот эта тема, что по рекомендации тебе дали таргетолога, а он тебе вообще никак не отработал? Вот только потому, что он там попал, а у вас он уже не попал. Он не работает над вашей аудиторией? Он те же инструменты хотел применить… Они, может быть, даже и старались. Конечно, они стараются, естественно, стараются. Но до конца им просто не понимают. Нельзя же взять там за короткое время стать психологом, да, хорошим, чтобы понимать клиенту, своего пациента. А здесь надо. Я думаю, что если нас смотрят и среди вас, ребята, есть хороший таргетолог, который и психолог, и маркетолог, и кто там еще мы говорили, и продажник, то, пожалуйста, напишите нам. Мы все нуждаемся вас. Надо конкурс какой-то, кстати, установить. О, конкурс! Мы нашим зрителям пообещали то, что будут какие-то приятные бонусы от вас, от нашего гостя. Развели такую традицию. Наши зрители пройдут по ссылке в описании, все-таки, но пройдут в ваш Инстаграм. Будут обязательно подписаны на вас, оставят вам какие-то идеи по поводу, ну, в роли экспертов, по поводу идей онлайн-школ. Вы выберете три самые интересные, и вот этим трем самым интересным вы дадите консультацию. Свою консультацию, да. Да, как продюсер, да, свое экспертное мнение. Отлично. Отлично. Мне кажется, это очень полезно, тем более придаст уверенности тем, кто только начинает и в начале пути получить такой вот мощный толчок и поддержку. Это дорогого стоит. Еще один вопрос от меня, точнее, это даже не вопрос, это предложение. Вот можете сейчас нашим зрителям сказать, стоит ли им идти учиться в акселераторе? Зрителю надо, во-первых, определиться, насколько он хочет все-таки заниматься онлайн-образованием. И многие приходят, потому что где-то услышали, что здесь просто легко срубить бабла. Это не так. Это вообще не так. И это сложно. Над этим надо работать. Но это будущее. Нужно понимать то, что самое главное сделать первые шаги, не ждать легкой прибыли и отдачи. И даже если вы выбираете, как и мы, в принципе, с Ильей, какую-то новую для себя в жизни тему, и как вы в том числе, важно просто понять, что это путь. И идти шаг за шагом. Так что, ребята, не вешайте нос. Нет, здесь вешать нос вообще-то. Мы вас не останавливаем. Ни в коем случае. Да, это не игра, это не просто там легкий заработок денег. Нет, это реальный бизнес. Было интересное интервью. Наталкивать на мысли, на размышления. Да, много вот для себя я поставил галочку в сегодняшнем разговоре. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, с нами сегодня был невероятно крутой эксперт, продюсер, ну, эксперт, я имею в виду, в продюсировании онлайн-школы, Григорий Бородинов. Спасибо еще раз. Спасибо, ребят. Успехов вам. Спасибо. Обращайтесь, я всегда рад вам помочь. В общем, успехов нам всем в наших начинаниях. Да, спасибо. И вам тоже. Не забывайте участвовать в нашем конкурсе, дабы получить ценные советы, рекомендации от нашего гостя. Друзья, переходим по ссылке в описании, переходим на инстаграм-аккаунт Григория и подписываемся, выдаем какие-то идеи. Что тебе наиболее примечательным показалось, что мы могли бы применить у себя на практике? Слушай, единственное, о чем я вот думал, это о том, что о масштабировании. Работать не только, да, на Россию, но и... По миру. Да, мировой рынок и для нас, я думаю, это было бы очень интересно. Опять-таки, в очередной раз мне понравилось то, что чаще и чаще люди говорят о том, что полезно и важно использовать социальную сеть ВКонтакте. Кстати, да. Я думаю, что нам стоит попробовать, поработать с этим. Он мне, знаешь, чем близок? Тем, что человек учится на своих собственных ошибках, набивает шишки, несмотря на то, что ему все рассказывают. Не побоялся и полез в какую-то вот вообще прям в непонятную нишу с яхтами, потому что я бы, честно говоря, что-то не сделал бы такого. Слишком серьезно? Да не то, что слишком серьезно. Для меня это настолько узкий рынок, вот прям очень узкий. Ну, то есть, яхтинг это... Ну, как много ты знаешь яхтсменов, скажем так. Да, как много ты знаешь яхтсменов, да. Важно действовать. Ну, это я опять-таки там для себя такую галочку поставил. Я пойду страницу ВКонтакте разбивать. Давай. Ну, все. Давай, братан.